Девушки отдыхают Обычный-то кубик Рубика не могут собрать Интересно, а как он этому учился? И чего еще умеют роботы? Эх, я бы тоже хотел сделать себе умного робота А с чего начать, не знаю Если я чего-то не знаю, то знают ученые Отправлюсь-ка я в Таллиннский технический университет И спрошу у Елены Горбачевой Чего же я жду? Вперед! Здравствуйте, Елена Здравствуйте, Технолик Вот мне очень интересно, а что такое роботы? Какие они бывают? Что они вообще делают? Для того, чтобы понять, что такое робот Нам нужно представить Что у нас существует три элемента Которые между собой Все время работают вместе Самый главный элемент Это управляющая система То есть это то, что ты сам программируешь Например, ты решишь, что твой робот должен идти вперед А на какой-то момент, что он должен присесть Вот все, что касается этих действий Вот вся эта задумка Это называется управляющая система Теперь, то, что выполняет эту систему Называется исполняющая система Но, соответственно, должен быть еще третий элемент Который будет измерять А система-то повернулась Сколько времени у нас прошло? А она нагрелась? Ну а сколько? Вот этим всем занимаются датчики В итоге, для того, чтобы у тебя появился робот Тебе нужно, чтобы все это двигалось по кругу И все друг с другом говорило Если хотя бы один из элементов Перестает слышать другого У тебя робот встает И ничего не сделает Три элемента Три элемента Самые простые и распространенные роботы Которые под силом собрать любому ребенку Это роботы Лего Там простая логика Например, робот сядь И он сел Робот встань И он стал Самым пиком инновации Самый инновационный робот, который существует сейчас Это марсоход Скажи, ты же помнишь, какая планета Марс? Красная Красная, четвертая планета Так вот, для того, чтобы узнать, есть ли жизнь на Марсе Или нет Туда был послан большой, огромный робот Который называется Curiosity Ты знаешь, как это переводится с английского? Любопытство? Да И мне кажется, это очень важно Потому что любопытство должно быть в любом ученом Так и этот робот Приземлившись, он снимает все И пересылает нам на Землю Все эти фотографии И все то видео, которое он видит по дороге То есть это любопытство в чистом виде Плюс ко всему, там есть огромная аналитическая система То есть он может подъехать к Земле Взять эту Землю Опустить в кивету В какую-нибудь большую, такую большую емкость И проанализировать И попробовать сказать, есть ли жить на Марсе или нет А потом отослать ответ нам на Землю А им кто-нибудь управляет или он сам ездит? На деле им управляют с Земли Один из видов роботов – это 3D-принтеры Сейчас уже очень распространены Скажи, как ты относишься к тому Чтобы иметь такой 3D-принтер у тебя дома? И, например, придумал ты новый вид чашки Взял, загрузил ее И хоппа, у тебя принтер, как сейчас, включился И начал ее выпринтовывать Я бы хотел такой себе Для того, чтобы 3D-принтер начал работать Тебе нужен материал Это полилактатная полимолочная кислота Посмотри Для того, чтобы получить такой материал Тебе нужно сначала спрессовать очень сильно этот материал А потом, для того, чтобы из него получилась жидкость Тебе нужно нагреть этот материал Аж до 230 градусов Цельсия О, это горячо Итак, у нас есть головка, которая нагревать будет этот материал Материал постоянно будет подаваться Подаваться, подаваться, подаваться В эту головку Здесь в головке он у вас будет плавиться А когда он плавится То, как плавленый сыр Он будет стекать вниз И как плавленый сыр Так же быстро застывать И тогда ты можешь распечатать практически любую форму Ведь посмотри Такое ты из пластилина не сделаешь Тем более такое твердое Причем интересное заключается в том Что материал для распечатки может быть не только полилактат Это может быть и пищевой какой-то материал То есть можно печатать еду? Да Я хочу себе такой домой Теперь, Технолик У тебя есть знание о том, что такое роботы Отправляйся на производство Спасибо, Елена О, привет, Технолик Рад приветствовать тебя на нашем заводе Эриксон Наша компания работает в Таллине с 2009 года И все это время мы делаем очень сложные электронные продукты и компоненты Такие как базовая станция, радиомодули, дигитальные модули По всему миру они позволяют вам пользоваться интернетом Мобильной связью, СМС-сообщениями и так далее Производственный процесс начинается с пустой печатной платы Которая может включать в себя до 22 слоев И примерно до 14 тысяч компонентов А на следующем этапе производства Мы используем специальный трафарет Который сделан для того, чтобы правильно наносить печатную пасту Которая при попадании в печь При большой температуре будет припаивать компоненты Эта машина помогает установить дополнительные точки пайки Если присмотреться, то машина добавляет Специально запрограммированные места Дополнительную печатную пасту И на этом этапе включаются наши самые быстрые роботы Которые умеют устанавливать до 60 тысяч компонентов Предпоследний этап Когда плата уже со всеми компонентами Проходит в печь, которая больше 300 градусов И там они запекаются, соединяются вместе с платой И получается готовое изделие Этот прибор со множеством иголок Помогает тестировать нам неисправную плату И может измерить как сопротивление, так и индуктивность После того, как мы собрали нашу плату С механическими компонентами и другими деталями вместе Мы должны их соединить винтами Для этого мы используем роботы Которые сами закручивают винты вместо людей Здесь вы можете видеть полностью автоматизированную линию Для наших самых тяжелых изделий Которые достигают веса более 500 килограмм И поэтому, чтобы избежать рисков падений и так далее Мы используем автоматические тележки Которые помогают людям Этот прибор помогает нам автоматически упаковывать наши изделия Спасибо, Технолик, за то, что нас посетил Хочу подарить тебе изобретательность Технолик, привет! Ты не представляешь! Сегодня я в Нарской Клингольской гимназии И здесь такое делают ребята! Сейчас мы все тебе расскажем Привет, ребята! Представьтесь, пожалуйста! Иван, София, Ева, Мира, Эля, Влад Ты не представляешь! Они придумали, как сделать робота Который им поможет в природоведении Или даже в математике Сейчас они тебе все-все перескажут Мы построили две машины с двумя скоростями Одна быстрая, другая медленная Сейчас мы их запустим и будем измерять скорость Когда они будут рядом друг с другом Мы остановим программу И будем измерять Скорость не проигрывается Да Стоп! Нет! Четыре секунды Детядесят сантиметров И сколько секунд было? Я округляю четыре секунды до пяти И теперь я пятьдесят делю на пять Десять сантиметров в секунду Десять сантиметров в секунду Четыре секунды я округляю до пяти Двадцать три сантиметра я округляю до пяти Получается двадцать пять Двадцать пять разделить на пять И равно пять Значит скорость будет пять сантиметров в секунду Вот таким образом мы измеряем скорость на уроках. Мы построили две вертушки. Одна движется с помощью ветра, другая с помощью мотора. И запустим. Два, три, четыре, пять, семь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Теперь мы смогли посчитать. Здорово. Расскажите мне теперь, какая у кого скорость? Кто быстрый? Я так и не поняла. Они почти одинаковые. С одинаковой скоростью. У меня один больше. Сейчас мы измерим Элли на крыльях и моим. Мой радиус пять сантиметров, а у Элли восемь. Ага, и значит теперь получается, что вы сможете замерить с помощью ваших роботов скорость ветра, которая была произведена прямо у вас в классе. То есть для этого, я так правильно понимаю, вы меня только поправьте. Вы должны длину окружности, которую вот этот, например, ваш кубик здесь проходит, умножить на количество оборотов в секунду. Да. Ну давайте попробуем. Итак, значит теперь мы узнали длину окружности. И надо теперь вспомнить, какая у нас была скорость вращения этих лопастей. У нас было десять оборотов и прошло? Десять секунд. Ага, значит у нас скорость? Десять оборотов в секунду. Десять оборотов делим на десять секунд. И получаем скорость? И получаем скорость один оборот в секунду. А теперь если мы что на что умножим? Один на тридцать. Получается скорость ветра тридцать сантиметров в секунду. Ну ничего себе, представьте, какой ураган мы устроили в классе. Технолик, посмотри, сколько новых друзей у тебя теперь есть в Нарско-Грегольской гимназии, которые помогут тебе изобрести новых роботов. И мы все вместе передаем тебе импульс действия. Я сегодня столько много узнал о роботах. Профессор Елена рассказала мне, что на Марсе тоже есть роботы, которые собирают почву. Но Марс слишком далеко. У нас в АХА тоже есть роботы. И они почти что умеют с вами разговаривать. Если хотите их увидеть, то приходите в научный центр АХА. Мы знаем, как выглядят роботы снаружи. Но как же они выглядят изнутри? Я сейчас попробую вам показать. Для этого мне нужна бумага, четыре трубочки, нитка, клейкая лента, ножницы и карандаш. Первое, что нам нужно, это обвести руку на бумаге. Пока у нас рука еще на бумажке, нам нужно пометить, где у нас кончаются паланки. Теперь, когда у нас рука нарисована, нужно ее вырезать. Берем обычные ножницы и начинаем вырезать. Руку я почти вырезал. Эти кусочки нам не нужны. Теперь нужно согнуть бумажку там же, где у нас сгибаются пальцы на наших руках. Так, у нас уже почти похоже на руку, да? Тоже сгибаются пальчики. Дальше нам нужны трубочки и ножницы. У нас же всего 14 фаланг, правильно? Поэтому нужно 14 маленьких кусочков. А также у нас же 5 пальцев. Нам нужно 5 средних кусочков и 1 большой кусочек. Берем трубочки и начинаем резать. Видели? Трубочки разрезались в разные стороны. Чтобы такого не было, нужно одним пальчиком придерживать кончик трубочки и трубочки резать по одной. Теперь нам нужна клейкая лента, чтобы приклеить все наши кусочки трубочки на фаланги. Клеить нужно ровненько, загибая клейкую ленту под пальчик. Получается вот так вот. Ну вот, последняя фаланга готова. Теперь наклеиваем средние трубочки на руку. Так, чтобы они вели к центру. Теперь это выглядит вот так вот. У нас осталась еще одна длинная трубочка. И нам нужно ее приклеить туда, где кисть. Ну вот, теперь наша рука готова. А что же мы будем делать дальше? Дальше мы берем нитки. Нам нужно 5 кусочков нитки. У нас же 5 пальчиков. Длина нитки зависит от длины вашей руки. Теперь нам нужно продеть ниточки через трубочки и закрепить край ниточки клейкой лентой кончика пальца. Мы продели ниточки через пальчики и теперь осталось все ниточки продеть через самую длинную трубочку. А теперь представьте, что ниточки — это механизмы. И если пустить электричество через эти механизмы, а ведь роботы работают на электроэнергии, то механизмы начнут двигаться. Прямо как эта рука. Примерно так же работает и человеческая рука. Только вместо механизмов и вместо этих ниточек у нас мышцы. Надеюсь, вы тоже дома сможете повторить и сделать такую же руку. А может быть, у вас получится даже что-нибудь более сложное. Желаю вам в этом удачи. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok